Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юля. Сегодня у нас очередной список вопросов к доктору Куку. Здравствуйте, доктору Куку. Здравствуйте! Всех приветствую! Очень приятно, что мы собрались здесь. И я надеюсь, что вопросы, как обычно, от Юги будут очень интересными. И для вас, дорогие наши зрители, и для тех, кто просто интересуется психотерапией. Сегодняшняя наша тема, сегодня мы поговорим про психосоматику. Это такая, наверное, актуальная тема в нашем сегодняшнем мире. Надеюсь, что не всплеск, то стресс. Приятный или неприятный. У меня такой первый вопрос. Как научиться у себя определять причины возникновения психосоматических заболеваний? Для начала давайте, может быть, расскажем нашим зрителям, что вообще является психосоматикой. Что это такое? Объясняю очень просто. Психа – душа. Сома – тело. И вот это взаимодействие души и тела, единое, целое, это и есть человек. Личность, человек. Кто он, какую роль играет в этой жизни. Насколько качественна эта жизнь. И от этого зависит и здоровье, и болезни, расстройства. Поэтому тема очень интересная, и действительно, можно немножко порассуждать. Так вот как же тогда найти, определить себе причины психосоматических заболеваний? Лучше всего заметил человек беспокойство какое-то по поводу здоровья, или образа жизни, какие-то неудовлетворенности. То есть признаки, симптомы появились. Лучше всего не определять самому, а обратиться к специалисту. Люди привыкли чуть что погуглить, посмотреть. Так запутаются. Интернет – это же такой огромный массив информации. И начинают читать, и потом вот мы и видим, что новые расстройства появились. Киберхандрия. То, что начитается в интернете, находит у себя. Киберхандрия. Излишнее беспокойство. А лучше, чтобы не путаться, обратиться к специалисту. Не пытайтесь сами определять причину. Важно, чтобы специалист, он старается быть таким объективным, не держит сторону человека, изучает его условия жизни, личность. И взаимоотношения с родными, близкими, работа, как человек отдыхает, умеет ли он переносить стрессы. И взаимодействуя со специалистом, можно уже тогда определить, выйти на причину. Но стоит ли сразу же обращаться к специалисту, или можно как-то самостоятельно? Вот ты начинаешь подозревать у себя, что у тебя что-то, вот тебе кажется, что у тебя какие-то психосоматические заболевания. То есть ты понервничал, у тебя там желудок поколол, ты начинаешь искать какие-то связи. То есть вот я что-то сделал, после этого у меня какие-то проблемы появляются. Можно ли как-то самому с этим справиться, или нужно обязательно идти к специалисту? Первое звено, все-таки семейный врач. Со своими недугами, сомнениями идут к семейному врачу. Это лучше. Я не разбираюсь в ремонте башмаков. Если авария какая-то, башмак надо отремонтировать, я иду к специалисту. Сопорнику, он сделает эту работу. Определить, какие материалы необходимы, у него все под рукой, навыки все, он отремонтировать. Если с здоровьем какие-то проблемы возникли, сомнения, проблемы, то лучше обращаться к семейному врачу, а дальше уже направление. К какому дальше семейный врач может порекомендовать? Неврологу, невропатологу, может быть эндокринологу надо обратиться. Или узкому специалисту еще расстройство сна, сомнолог и так далее. Поэтому проблемы с кишечником тоже направят к специалисту желудок и так далее. Давление и тому подобное. Поэтому лучше самим даже не пытаться. Хорошо. Возможно, есть какая-то, как избегать неких негативных всплесков в своей жизни, чтобы минимизировать их. То есть, например, есть, ну не знаю, какая-то история, которая меня постоянно раздражает. Как мне научиться не раздражаться, чтобы, ну или свести на нет мое раздражение, или его уменьшить мое раздражение, чтобы это не меньше отражалось на мои заболевания психосоматические? Ни в коем случае не избегайте. Принимайте жизнь как есть. Вопрос в другом. Как мы реагируем на ту ситуацию, на человека, на перегрузки? Как мы реагируем? Вот от этого зависит. Рождаются негативные мысли, за мыслями идут эмоции, а потом поступки, привычки и так далее. Вот. Поэтому вот важно проанализировать вместе со специалистом вот эти именно конкретные ситуации. Что вызвало? Может быть, стресс был там полгода назад. Человек уже об этом забыл. А пришло, пришло уже. Распишитесь. Курьер принес там расстройство, болезнь только сейчас. Вот. Поэтому надо, надо очень тщательно анализировать глубоко всестороннее проявление этого человека, личности и что его окружает. А вот психотодосоматическими заболеваниями, это больше склонны к таким заболеваниям люди более эмоциональны? Или это касается всех людей? Более эмоциональны, а не более чувствительны. Более чувствительны. Они совершают больше ошибок. Люди сдержанные накапливают эмоции, загоняют внутрь. И потом эти загнанные чувства, они ищут выход. И бьют по слабому звену. У каждого человека есть свое слабое звено. Кто-то склонен к гипертонии, сердечным приступам. Кто-то склонен к депрессии. Кто-то склонен больше к тревоге, страхе. Каждый человек индивидуален. И его склонность реагировать на то или другое событие у всех своя формула. Вот это надо выяснить. То есть не важно какого-то темперамента, ты все равно можешь страдать психосоматическими заболеваниями. Есть люди, которые живут спокойно. Здоровье крепкое. И правильно реагируют на стрессы. Умеют переживать все эмоциональные и психологические нагрузки. И быстро восстанавливаются. Никто не застрахован от стрессов. И поэтому люди реагируют по-другому. Иначе. Есть люди, что-то кольнуло, что-то забеспокоилась женщина. Она бежит к врачу. Сразу же. Молодец. Разобрались. Анализы. Все в порядке. Это на уровне расстройства. На уровне физиологии. На уровне таком вегетативном, может быть. Мужчины наплевательски относятся. Правда, по-разному по характеру. Есть и мужчины, которые тоже, как и женщины. Чуть что кольнуло все. Но мужчины в основном ждут до последнего, а потом уже, когда основательно что-то прихватило, и бывает так, что и поздно обратились. Поэтому надо все очень индивидуально смотреть. Хорошо. А есть какие-то от вас советы, как вот, ну понятно, все мы сталкиваемся с стрессами, как жизнь такая, скажем, да? Они приятные или они неприятные, но они присутствуют в нашей жизни. Как научиться не так сильно реагировать? Я вот, например, по себе могу сказать, я очень эмоциональный человек. То есть я могу терпеть, 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 но когда крать, вот это вот все, последняя капля, все, мне прям сносит крышу. Я могу вот прям вот орать, как больная, вот честно. Вот, и вот как вот мне, вот, ну для меня вот я поорала, все, я успокоилась. Не права, я попрошу прощения, если я была не права за свою эмоциональность, там все такое. Ну вот как вот можно научиться, вот, например, мне, так не эмоционально, не реагировать на какие-нибудь, ну хотя я терпеливый человек, я терплю, терплю, терплю. У вас здоровая основа, вы живой человек, вы реагируете так, как это заслуживает ситуация. Но надо помнить, не унижая человеческого достоинства. Здоровая личность имеет право выражать любые эмоции. Если такая ситуация раздражение, значит раздражение. Гнев, значит гнев. Поплакать хочется, поплачь, поплачь. Вы этим, вы в социуме, вы в этой жизни, вы живой человек, вы реагируете. Воспитание заложено, вы никого не обидите своими вот эмоциональными всплесками. И бывает так, что зашкаливает, да, но правильно попросили прощения. Все. Вам легче, поэтому у вас и эмоциональное здоровье, и физическое здоровье, дай бог всем. Вот, так что Юля, молодец. То есть, в принципе, нельзя свои эмоции загонять куда-то? Ни в коробке. Как мы уже говорили ранее, это все равно приведет к психосоматическим заболеваниям. Да, важно научиться управлять эмоциями, понимать свой организм, какие он дает сигналы изнутри. Понимание той ситуации, нагрузок. Если был стресс, обязательно надо расслабиться, снять эмоциональное напряжение. Высказать свои доводы, поводы, высказать. Не держать в себе. И тогда у вас со здоровьем будет нормально, и любые перегрузки вы можете вынести. Вынести, да. Ну, вот так, такой мой ответ. Я пока готовилась к сегодняшним вопросам, набрела в интернете на такую Луизу Хэй, она писательница и общественный деятель. Она составила такую таблицу психосоматических заболеваний. Вот скажите, вы согласны с этой таблицей или нет? Смысл этой таблицы в том, что любое заболевание, будь то ячмень на глазу или мозоль на пятке, это все психосоматика. Или все-таки есть реально, ты заболел не от того, что ты пострессовал, а просто ты заболел. Луиза Хэй прожила достойную жизнь. У нее было очень много стрессов. Я внимательно изучал биографию. Изнасилование, и оскорбление, и нападение. Все это она вынесла, вынесла. Большой жизненный опыт. И, собственно говоря, и написала. Это просто, чтобы ориентироваться. Есть ли какое-то заболевание, чтобы специалист или врач, или психолог обратил внимание. Это заболевание. Хорошо. А какие проблемы изнутри? Какие могут быть психологические проблемы? Психологические. И это тоже надо. Не отдельно симптомы, мы же не симптом, синдром лечим, а в целом человеку надо помочь. Поэтому эта таблица помогает сориентироваться. Не обязательно будут присутствовать эти эмоции, которые запрятаны там, или внутренние конфликты. Но надо обратить на это внимание. В целом, да, это подтверждает практика, подтверждает медицина, которая, доказательная медицина, она подтверждает. В основном, получается так, что все болезни от того взаимодействия души с социумом, с окружающим средой, с жизнью человека подтверждают. Действительно, это так. Все болезни от нервов. Все болезни от нервов. И даже та болезнь от любви тоже от нервов. То есть, человек из крайности в крайность, он не владеет, совершает ошибки и выбирает не того партнера. Беспорядочные половые связи. Значит, у него что-то с эмоциями, вот этот баланс, вот баланс, торможение, возбуждение. Значит, тоже и от нервов. Есть вот таблица, любое расстройство можно посмотреть, есть эта вся таблица, я часто у нее заглядываю. Гастрит, например. Но вероятная причина длительная, неуверенность, неопределенность, чувство рока. Это чувство загоняется внутрь. А новая мысль, я люблю, одобряю себя, я в безопасности. То есть, эта вот главная мысль ведет к гармонии с собой. Обратите это на любое заболевание. Астма, например, да. Вероятная причина. Удушающая, подавляющая любовь. Неспособность дышать ради самого себя, самой себя, подавление собственного чувства, подавленное желание плакать. Вот как бы связь какая-то. И поэтому надо обращать на это внимание. Всегда. Вот заболевание какое, и смотреть, может быть, не полностью на 100%, но может быть, это надо обязательно связь души и тела. Ну вот перед началом нашего сегодняшнего интервью, вот вы же из этой книжечки зачитывали процент стрессов, который являет как позитивные стрессы, а не тоже, не стрессы, а позитивная какая-то история в нашей жизни, она тоже может являться для нас стрессом. И она же может и так же начать психосоматическое заболевание. Да, толчком является толчком. Вильгельм Райх говорил об этом, основатель психотерапии, связанной с заболеваниями психосоматики. Вильгельм Райх. И он говорил, что надо обязательно обращать внимание, да, положительные стрессы, отрицательные стрессы, вызывает напряжение, и как мы реагируем на то, что произошло. Для одного это как дробинка для слона, а другой уже это все чувствует, все это чувствует. Для него это очень большая психологическая нагрузка. Пережить праздник или какое-то событие не очень хорошее. Чувство потери вызывает, да. Люди не умеют, например, нормальная реакция, реакция горя. Кто-то умер из родных и близких. А люди не умеют переживать горе. И нужна помощь психолога, психотерапевта обязательно. А если не умеют, то это, опять же, реакция горя может перейти уже в депрессию, да. Вовремя побеспокоиться об этом. Да, действительно, целый список. Это вот всегда психолог, психотерапевт. Вместе с человеком, который пришел, да, изучает, изучает, что в течение года происходило в жизни человека. Анализирует этот последний год. Что самое тяжелое, 100 баллов, это смерть партнера. 100 баллов, да. И вот смотрит. И разлад, и развод, потери работы, беременность. Взрослые дети уходят из семьи. Тоже стресс. И самые разные. Срок уплаты долга. Самые разные, самые разные. Анализирует. И в сумме, сколько баллов. Это для диагностики, да. Для диагностики. Вот, усчитывает. И таким образом, вот, избранная категория стрессовых факторов, да, изучается. Изучается. Сколько баллов. И потом уже, как это связь с заболеванием, да. Как связь с эмоциональным состоянием. По факту мы живем в одном большом стрессе. И нам всем, друзьям, и пора идти к психологам. Он поможет подобрать первую помощь в острой стрессовой ситуации. Грамотно подобрать. Что делать и как. Вот, очень важно. Поэтому, не нужно придумывать и заниматься самолечением, самодиагностикой. Надо идти к специалистам. Собственно говоря. Собственно говоря. Я посмотрел свою книгу в одиннадцатой главе, записанной, вот, энциклопедии зависимости. Зависимости с определенным отношением к своему здоровью и своему состоянию. И у меня здесь вот несколько групп. Допустим. Так. Постоянные ушибы, царапины, раны, частые переломы, потеря осторожности. Наплевательское отношение к здоровью. Что за этим стоит? Какие психологические болезни? Какие психологические болезни?